В Покрове жители нескольких аварийных домов добиваются улучшения жилищных условий. Непригодными для жизни здания признали в 2016 году. Но расселять жильцов не торопились. Местные попросили о помощи в рекоделении партии КПРФ. Коммунисты обратились в прокуратуру. Надзорное ведомство через суд обязало администрацию Петушинского района жителей расселить. В трудной ситуации оказалась Светлана Иванова. Она живет с ребенком-инвалидом на втором этаже в доме 60 на улице 3-го интернационала. Нам нужен первый этаж. Мы очень мучаемся. Мы не можем ни погулять с ним. Ничего. Нам нужна совместная ванна с туалетом. Ну, естественно, такие вот, чтобы двери были пошлее, чтобы дело на колясках, где немножко на ходунках мы учимся после операции, как бы занимаемся. Их семья – единственная из живущих в ветхой постройке. Расселить их должны до 1 июля этого года. За площадь чуть больше 50 квадратных метров чиновники жильцам предлагали компенсацию всего в 2 миллиона 200 тысяч рублей. Но за такие деньги нормальную квартиру не купить. Предложили и муниципальную квартиру – вторичное жилье. Впрочем, по словам Светланы, жить там невозможно. Там жильцов мы поспрашивали. Они говорят, мы вам не советуем сюда ехать. А это двухэтажка. Потому что полы очень холодные. У них там подвала нет. Вода горячая не поступает. Надо подолгу сливать воду. И то она теплая. И плохое отопление. Она говорит, ни в коем случае сюда не советуем. Двухэтажка по соседству также аварийная. Узницей этого дома стала Елена Михеева. В двухкомнатной квартире она вырастила и воспитала пятерых детей. Уже почти 30 лет женщина ждет своей очереди на улучшение жилищных условий. Сейчас в городе строят два объекта для переселения жителей из аварийного жилья. В администрации, говорят, жители обещают, что сдадут его к концу июня этого года. Но, как считают местные, к сроку застройщику не успеть. Кроме того, они говорят, дом больше похож на общежитие, балконов нет. До ближайшей школы пешком идти полчаса. А до остановки не меньше 15 минут. Вот семь человек я стираю, по пять веревок в день стираю. Мне даже повесить некуда. Ни балконов, ничего. Ни магазинов, ни больниц. Один лес, высоковольтные линии, лесничество и свалка. Все. Совместно с прокуратурой партии удалось через суд добиться признания аварийными трех домов в Покрове. Наш интерес к партии КПРФ, он один. Чтобы граждане получали нормальное жилье. С инфраструктурой, с газом, с электричеством, с отоплением. Чтобы рядом были школы, были детские сады, были, конечно же, остановки. То есть, чтобы все было для нормального жилья. Сейчас в планах коммунистов добиваться для местных жителей выдачи комфортных квартир ближе к центру города. В первую очередь, это касается граждан с инвалидностью и многодетных родителей. Анастасия Козлова, Александр Агафонов, 6 канал.